МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Наступил последний день 2020 года. Каким этот год был для меня? Год был замечательным. В начале года у меня родилась внучка. В мае мы с женою выпустили составленный нами сборник выбранных газетных публикаций, рассказывающих о Камчатке в годы Великой Отечественной и Советско-Японской войн. А недавно мы, буквально на днях, закончили составление большой антологии стихи о Камчатке. Об этих книгах я уже рассказывал на своем канале и еще не раз расскажу. Именно из-за обилия работы я последнее время манкировал регулярностью своего видеодневничка. Но когда-то нужно наверстывать опущенное. И теперь я решил попробовать, хватит ли у меня сил каждый день, делать маленький выпуск видеодневничка, в котором рассказывать, что творилось на полуострове в этот же день, в разные годы века минувшего. Подобный проект у меня уже был. Он назывался «Камчатка. День за днем». Там я делал выпуски, где рассказывал о том, что делалось на полуострове за неделю, за две недели, за месяц, в зависимости от регулярности типа. Это были большие длинные ролики. Теперь я решил делать короткие ролики каждый день. И первый выпуск будет сегодня, последний день декабря 43-го года века минувшего. Газета «Камчатская правда» опубликовала две маленьких заметочки. Заметка «Новогодние подарки» рассказывает о том, как домохозяйки поселка Аку, члены МОПР, готовят новогодние подарки бойцам Красной армии. Они уже приготовили 16 мешков картофеля, 50 килограммов капусты, 16 килограммов сахару, 3 килограмма табаку. В индивидуальные посылки пишет газета. Женщины вложили мыло, носовые платки, спички, печенье и прочее. И еще одна заметка рассказывает о собрании литературной группы. На очередном собрании элит-группы при газете «Камчатская правда» избрано бюро, занятие группы решено созывать два раза в месяц, по четвергам. То есть даже в годы войны собиралась в Петропавловский лит-группа, то, что сейчас принято называть лит-объединением. Тех, кто празднует Новый год, поздравляю с наступающим Новым годом, а впереди через неделю нас ждет великий праздник Рождества Христова. Да, кстати, я забыл похвастаться, уже больше месяца я не пользуюсь социальными сетями никакими, кроме уютного ютубчика, и не испытываю никаких сложностей с этим. Вернусь и в социальные сети, когда закончится Филиппов пост, так называемый Рождественский пост. Теперь, как вы уже привыкли, ставьте лайки, если вам нравится, узнавать от меня что-то новое о Камчатке, и вообще следить за моёю жизнью на просторах уютного ютубчика. Так, а ежели вы Абрама, родство непомнящее, ставьте дизлайки, от меня не убудет. Пожалуйста, пишите ваши комментарии внизу под роликом, вот там, вот внизу. Я, когда закончится Филиппов пост, обязательно отвечу вам. А ежели вы на моём канале впервые, ежели вам не стало скучно сразу, и вы хотите возвращаться сюда вновь, 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 вновь. Сейчас в правом нижнем углу экрана появится подсказка, выполнив рекомендации которой вы не будете пропускать новые ролики на моём канале. Вот эта подсказка, делайте то, что она вам велит. Сделали. Кнопочка подписаться из красной стала светло-серой, и в ней появились два волшебных слова, вы подписаны. Колокольчик вы тоже нажали. Ай, молодцы. Теперь вы не будете пропускать новые выпуски моего видеодневничка. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова